А-а-а, наша прелесть! Всем привет, с вами Дэн, и сразу два Casio Ocean, которые, конечно, я брал на Джуме, где... А-а-а, нет, я брал их не в Creation Watches, я брал их в Watch Market J, на них ссылку я оставлю в описании к ролику, Магаз из Кореи, Магаз из Кореи, и, в общем, там продают Casio Ocean, и это, конечно, превосходно, Потому что Casio Ocean, это, конечно же, суббренд, наверное, будет более правильно сказать, от Casio для внутреннего японского рынка, И там часы, естественно, электронные, с классным функционалом, и, самое главное, с крутейшей отделкой, с полировкой за рацию от Ocean, это, конечно, здорово! Я вам уже показывал, по-моему, парочку Casio Ocean за время существования канала, Ну, сегодня вот еще парочка и сразу двое часов прям сразу в видосе, ждал их где-то месяца полтора, наверное, И любят у нас их просто жутко всегда, часовые фанаты, знают, что такое Casio Oceanus, А вот те, кто не в теме часов, они, в принципе, удивляются, а за что такие бабки, почему за Casio столько платить? Вот сегодня мы с этим еще раз с вами разберемся, посмотрим детально, оценим макро и, в общем, я думаю, сделаем какой-то вывод, Стоит ли брать Oceanus на рубеже, так сказать, 23-24 годов, или, может быть, может быть и не стоит. Так, 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 с чего бы нам начать, с левых или правых? Давайте, знаете ли, я думаю, вот с этих хочется мне начать. Я еще не открывал, я, конечно, знаю, что там есть, но я не знаю, в какой коробке что. Сейчас скажут, Дэн, две минуты прошло, а где, почему коробка? А потому что, потому что это Casio Oceanus, это вам не хухры-мухры какие-то, понимаете? Так, значит, здесь у нас гарантийная карточка, которая вам не пригодится, потому что часы из Кореи, из гарантии международной, А у нас, сами понимаете, это не работает. Но здесь часы электронные, новые, поэтому с ними ничего не произойдет, в общем, можно и не париться. Инструкция есть, но инструкция мне, например, тоже лично не потребуется. Почему? А потому что у Casio есть, конечно же, специальное приложение, можно законнектиться со смартфоном, называется приложение Casio Watches, все настроить, все выстроить, и вам не надо разбираться в этой вот инструкции. Так, что-то я глажу коробку-то, да? А потому что это Casio Oceanus. Беленькие первые, беленькие первые. Вот он, уже указано, Bluetooth здесь есть, так что все зашибись. 66 тысяч йен, ну это официальный ритейл, а я их брал с промокодом от Joom за 37 тысяч рублей. Понятное дело, что это все зависит от курса, от всяких промокодов, там, скидосов и чего-то подобного. В общем, там разные цены бывают, но посмотрите по ссылке, какая цена на момент выхода этого ролика. OCV T200S7AJF. T200 это такая, ну, условно, начальная, чуть выше, начальный, по-моему, T100. T200 это чуть-чуть выше. В общем, ну здесь все базовое есть, здесь все, что нужно есть. Так, а здесь вот как раз всякие разные, указано, что там есть, но мы с вами с этим детальнее. Мы детальнее. Вот, кстати, ну вот это вот недоработка. Вот это Casio Oceanus, ну вот вы что? Вот так делать нельзя. Вот так делать нельзя. Так, а это что? Bluetooth здесь еще раз указано. И, конечно, вот это знаменитая уже пластиковая штукенция от Casio, которая на G-Shock тоже идет. Кстати, мне она нравится. Вот ее приятно снимать. Ой! Не, ну все фотографии, которые есть этих океанусов, это полное и безоговорочное фуфло. Потому что вот настолько красивый циферблат. Да знаете, они даже сейка могут дать фору, потому что циферблат реально просто бомбический. Он парящий. Он парящий и есть эффект отсутствия стекла. Хотя, честно говоря, вот по этой модели заявлено, что есть только внутренний антиблик. Но такое ощущение, что его тоже нет из-за того, что матовый, такой белосеребристый циферблат и парящие, парящие метки. Они сверху такие полированные, а снизу еще есть белая такая как бы подкладочка, а потом они парят. Они парят над циферблатом. Конечно, эффект обалденный. Слушайте, ну это просто секс. Я не знаю, вдруг меня за это слово сейчас за YouTube забанят, но по-другому я сказать не могу. Это вообще. Это просто. Это можно обзор заканчивать, потому что хочется эти часы держать в руках и, в общем, знаете, тискать, как кота. Так, ну у нас еще одна коробочка. У нас еще одна коробочка от Casio Cano здесь в плане макулатурки. А, тут что-то, правда, побольше. Не, ну вы гляньте, а, вот это пузатик. Здесь инструкция побольше. Почему? Потому что и часы посложнее. Так, ну и здесь все понятно. Здесь все абсолютно понятно. В общем, что-то тут написано на японском, на корейском. Хрен его знает. Опять же, повторюсь, это нам особо и не потребуется. Можно, конечно, переводить и Google, да, и, в общем, всем остальным. Но, я говорю, пофигу, пофигу. А, магия, магия. Ну что это? Ну как это? Ну нельзя, что ли? Вот почему у японцев с упаковкой какая-то прям беда? У вас прекрасные продукты, не все, конечно. Вот среднеценовые и высокие ценовые продукты, это, конечно, да. Вот, а дешевые там, экономия чрезмерная. Вот эти вот пакетики, вот эти вот бабушкины пакетики. 2023-2024 год, бабушкины пакетики. Ну что это такое? И коробки, ну что это за хрень? Ой. А здесь у нас хронограф и функционала уже больше, чем на первых часах. Ну, правда, и цена выше. И вот это, кстати, будет очень интересно вообще сравнить. А стоит ли переплачивать? Ну, здесь Титан. Здесь Титан, который очень многие любят. Лично я, ну, не скажу, что не люблю. Ну, я к нему скорее хуже отношусь, чем так. Ну, скорее плохо я к нему отношусь. Короче, будет вот так. Так, значит, здесь у нас хрон с большим функционалом. И референс у него вот такой вот. OCV-T2600. То есть, опять же, та же самая линейка двухтысячная. Один AGF. Ну, как всегда, вот эти вот жуткие обозначения у японцев. 121 тысячи йен. 121 тысячи йен. А здесь 66 тысяч йен. То есть, в два раза они дороже. Я их брал на Adjume за 75 тысяч рублей с купоном. Ну, короче, понимаете, да. Порядок цен, он плюс-минус одинаковый и у одной, и у другой модели. В два раза дороже у нас вот этот титановый замечательный хронограф. И мне вот тоже интересно, насколько он будет... Ну, по функционалу понятно, что он будет лучше. А будет ли какая-то разница по отделке? И вообще, вот, в целом, стоит ли за него платить больше? Когда я вам раньше показывал океанусы, я уже, по-моему, говорил о том, что, на мой взгляд, сит из анатеза сделана лучше. Что касается, скажем, тех же самых Сейка. Гранд Сейка. Ну, понятно, кварцевые Гранд Сейки это совсем другое. А если брать Сейка Астрон, то мне кажется, что океанус с Астроном плюс-минус на одном уровне по отделке. Ну, как бы там ни было, давайте начнем, наверное, с более простой модели. Хотел сказать с младшей, но на самом деле нет, потому что это та же самая линейка. Итак, здесь часть функционала, эта часть, она такая же, аналогичная и у трехстрелочника, и у Хрона. Поэтому давайте сразу, может быть, буду говорить то, что характерно для обеих часов. Значит, они сделаны в Японии. И одна, и другая версия. И океанус в целом, и эти тоже модели, в частности, они предназначены именно для внутрияпонского рынка. Что это значит? Это значит то, что вы их можете купить только через каких-то посредников, японские магазины, японские площадки. Или вот в том числе Watch Market J из Кореи, которые торгуют на Джуми. И на Джуми, естественно, можно платить рублевыми картами без каких-то проблем. И нет никаких ограничений в 300 долларов, 300 евро по, так сказать, санкциям. Так, ну, значит, смотрите, что здесь, наверное, мы всегда ожидаем от Casio Oceanus. Конечно же, здесь есть радиосинхронизация, которая в России работает не в каждом доме, не везде, не в каждой области, не в каждом городе. Если брать Москву, то где-то работает, где-то не работает. Поэтому, в целом, я всегда говорю так. Вот меня иногда спрашивают, вот, я хочу взять Casio Oceanus, например, или там G-Shock, или еще что-то. А будет у меня работать, не будет работать. Вы исходите из того, что не будет работать, да? Если будет работать, это, скажем, некий бонус. Вот, но здесь это все пофигу, потому что у них есть Bluetooth, сопряжение со смартфоном. Соответственно, ставите приложение, и можете все эти настроечки и время все делать через смартфон. И поэтому вообще пофигу, есть там радиосинхронизация у вас, нет ее, без разницы. Есть сопряжение со смартфоном, и у Casio оно очень удобное. Поэтому за это прям лайк, плюс, и вот так и должно быть. Потому что все эти GPS, которые там на астрон ставятся, нахрен они нужны. Удорожание, толщик корпус, и сейка сама от них отказывается, например. Да, поэтому здесь есть Bluetooth. Все, вот это круто. Есть, конечно же, солнечная зарядка. И у одной, и у другой модели. И Bluetooth, естественно, и радиосинхронизация есть тоже. У одной, и у другой модели. Что есть еще? Что есть еще? Значит, по трехстрелочнику. Здесь стальной корпус, стальной браслет, плюс заявлена обработка карбидом титана для износа устойчивости. И, честно говоря, немножко оттенок он, вот, кстати, немножко оттенок он в титан вот здесь. Они не прям выглядят, как обычные стальные часы. То есть, предполагается, что они будут меньше царапаться. У меня не было стальных океанусов с такой обработкой, поэтому сказать вам не могу, насколько она царапается или нет. Владельцы напишите в комментариях. Но, в целом, нужно отдать должное японцам, по крайней мере, там, тем же Citizen или у Seiko, Diashilt. Они работают. Они немножко защищают. У этой модели титановый корпус, титановый браслет тоже, соответственно, с защитой от царапин. Кстати, там есть версия, которая полностью черная, с DLC покрытием. Но тоже есть защита от царапин, плюс сам по себе DLC защищает от царапин. И здесь еще у нас DLC, это безель, где тахиметр, где тахиметрическая шкала. Так здесь, значит, получается титан, сталь, и та, и та версия защищается от царапин. Особенно это важно, конечно, на титане, потому что титан, он в этом плане царапин набирает быстрее, потому что он мягче. Значит, радиосинхронизация Bluetooth есть, здесь сапфир с внутренним антибликом, здесь сапфир с внутренним и с внешним антибликом, поэтому есть гарантированный эффект отсутствия стекла. И со всех сторон смотрим, практически ничего не бликует. У этих часов, мне кажется, ну, по крайней мере, я смотрел в описаниях, вроде бы только внутренний. Но такое ощущение, что, по крайней мере, может быть из-за циферблата, но эффект такой, что здесь тоже отсутствие стекла. Я, конечно, обожаю этот эффект, он невероятный, это очень круто, радуешься, смотришь на такие часы, но, понятное дело, что верхний антиблик может набрать царапину, одну, другую, третью, и тогда, как от этого избавиться, либо забить на это дело, либо, ну, собственно, снять полностью такую защиту. Значит, а здесь у нас в трехстрелочнике есть еще часовой пояс, можно, да, менять летнее время, календарь, уровни зарядки батарейки они показывают. Есть, я уже сказал, что есть солнечная зарядка, да, 100 метров водозащиты, функция энергосбережения до двух лет в полной темноте. Ну, в общем, полнейшая здесь лютейшая красота, да, и за свою цену, конечно, функционал очень и очень богатый. При том, что у нас здесь нет никаких дополнительных субциферблатов, чего-то там перенасыщенного, цифры, да, здесь все как раз вот так круто сделано. Заряжаются они от любого источника света, то есть вам нужен он либо под лампой, либо лучше, конечно, солнечный свет, и не час, да, не два, нужно, чтобы они хорошенько полежали, когда подрезарядились. И вот как раз у нас здесь всякие разные показатели, ну, почитайте потом, если вдруг захотите инструкцию, либо просто будет у вас сопряжение со смартфоном. Базово тут есть часы, минуты, секунды и дата. Ну, а что, собственно, в жизни нужно больше? Да, лично мне даже дата не нужна. Ну, раз у нас электронные такие часы, то, конечно, нужно, чтобы что-то было. Вот, вот, значит, полировочка заявлена за рацию и там, и там. Что такое за рацию? Сейка называет так свою полировку в зеркало, черное зеркало, которое вот швейцарцы называют просто там зеркальная полировка черная, да, это значит, что она идеально, собственно, как зеркало отражает все. Некоторые японские компании называют это тоже за рацию, вот как Кассио Кианус, некоторые называют ее по-своему, там разные есть названия, но суть она одна. Не нужно считать, что за рацию это какие-то там сейковские девственницы на горе Фудзи, да, что-то полируют, а все остальные в Японии полировать так не умеют. Ну, это, конечно же, миф, но красивый такой миф. Ай, красивый. Так вот, здесь у нас хронограф, тахиметрическая шкала, сапир двусторонний, да, за рацию, опять же, на Титане, она, конечно, немножко не так смотрится, как на стали, но, тем не менее, опять же, заявлена. Мы посмотрим, какая она по качеству, да, потому что в часах, например, есть подешевле, да, те же часы НОТ, которые я вам показывал, там тоже за рацию заявлено, конечно, не такого качества, как у Гранд Сейка. Это нужно понимать, да, вот эта зеркальная полировка, она, блин, может быть абсолютно разной. Значит, мировое время есть, домашнее время, то есть, это такой хороший GMT на 29 городов, есть автонастройка летнего времени, секундомер 1,2 секунды, второй, значит, субциферблат на 60 минут, плюс здесь есть вот это второе время на субциферблате у отметки 6 часов, полный календарь, энергосбережение тоже до 2 лет в полной темноте и предупреждение о том, что часы разряжаются. Таким образом, если вот мы будем суммировать, сейчас мы будем, конечно, разбираться с, нет, не с тем, как работают эти часы, потому что с тем, как работают часы, будете разбираться вы, если вы их себе приобретете. Все остальные зрители канала, конечно же, им неинтересно, где тут что надо нажать, чтобы мы посмотрели какую-нибудь функцию, потому что это нужно только владельцам часов. Да и то, скажу вам сразу, не всем, вот, так что не обессудьте, я считаю, такие обзоры, они бессмысленны. Так вот, два раза цена, в два раза цена, здесь титан, здесь сталь, и, ну, титан, сталь, это, знаете ли, как бы не золото, да, сталь, чтобы это так сильно различалось. И, да, больше функционала, да, хронограф, но, честно говоря, честно говоря, пока вот по функционалу я бы сказал так, Ну, перебор, ну, перебор за вот такое вот дополнение многовато, мне кажется. Да, часы классные, я думаю, что они, в принципе, понятно, в ретейле они стоят намного дороже, если мы берем Россию. Если бы они здесь продавались, они бы стоили, я думаю, 150 вот эти и где-нибудь так 90 вот эти. Но, поскольку мы говорим про цены на джуме, двукратная разница в цене из-за вот функционала, ну, что-то, мне кажется, многовато. Но давайте теперь смотреть, как они сделаны, какая тут размер и толщина и тому подобное. Возможно, это тоже, там, да, более какой-нибудь современный модуль. Кстати, знатоки модулей вы обязательно об этом напишите в комментариях. Ну, а мы с вами идем за старыми добрыми измерениями. 40,5 по диаметру, по дизелю скорее, да, давайте по корпусу попробуем. Ага, а корпус-то у нас потолще. Тут корпус немножко расширяется в центральной части, 41,6 даже я вот намерил сейчас. Да, но все равно это не так и много. 10,8 высота, браслет 20, и от ушка до ушка 49,5. 49,5. Что у нас по хронографу? А, ну, здесь, конечно, измерять придется только по безелю, 41, даже чуть меньше. Нет, здесь одинаковый корпус и безель, поэтому окей. И высота, кстати, 10,8. Хм, а здесь часы сложнее. Дальше 20 у нас по браслету и от ушка до ушка 47,5. Ну, в принципе, по измерениям одно и то же. Конечно, эти часы намного легче, намного легче. Мое запястье 18,5 в обхвате. И да, посадка здесь удобная, шикарная. Ушки такие плавно загибаются вниз. Часы абсолютно невысокие. Слушайте, ну, смотрятся они дорого, смотрятся они солидно. Приятно. Приятно, да. Приятно. И браслет, конечно, невесомый и прикольный. Мне нравится браслет, хороший. Ну, мне нравится браслет на Океанусе, за исключением застежки. Но об этом, опять же, чуточку позже. Так, и вот эта модель на сталь. Она, конечно, сразу чувствуется, да, сильно тяжелее. Сейчас мы это измерим. Ну, посадка такая же удобная, такая же удобная. Только они немножко субъективны. Может быть, из-за того, что там дизель черный, а здесь он потолще. Как бы такой рант стальной. Они кажутся крупнее. Они кажутся крупнее. Посадка на запястье такая же удобная. Что касается запаса 4-5 сантиметров. Есть короткие звенья, так что поднастроить сможете. И, конечно же, не могут японцы без того, чтобы была бакля, которая выглядит уродски. Ну, вот это вот зазор. Что на Грандсейка, что на Присажах, что на Океанусах. Вот что, ребята. Ну, вы не можете нормально сделать баклю. Ну, скопируйте у китайцев. Они умеют. Ну, и, конечно же, штамповочка. Ну, конечно, штамповочка. Ну, как еще? Здесь то же самое. Здесь то же самое. И запас сколько от моего запястья? Ну, тоже 4-5. Короткие звенья здесь отсутствуют. Поэтому поднастроить будет сложнее. И по бакле, кстати, здесь тоже каких-то поднастроек нет. Это в этом плане минус. Минус. Так, я еще не посмотрел, как же здесь топорчится застежка. А меньше? А меньше. Ну, в целом то же самое. Застежки японцы делать не умеют. Вы, конечно, сейчас будете мне хейт писать. Но так оно и есть. Так, значит, здесь на штифтах браслет. Здесь браслет тоже на штифтах. Но здесь он такой на двойных штифтах. А здесь на одинарных. Браслет здесь посложнее. Здесь, если мы смотрим внизу, как бы, да, немножко прямоугольничек такой. И нижняя часть чуть скошена. Зеркальная полировка. Здесь с двух сторон. И сверху, и снизу. Сатинирование идет и зеркальное. Сатинирование и зеркальное. Так, я вот в эти смотрю. Своё отражение я вижу размазанным. Сюда смотрю. Да, тоже размазанным. Ну, это пока что не напоминает качество Grand Seiko. Но, честно говоря, я бы удивился, если бы у них было качество Grand Seiko по полировке. Теперь мне интересно посмотреть, какая разница по весу. Я вам скажу так. Я всегда выбираю сталь. Я не люблю титан. Мне не нравится его оттенок. И мне не нравится легкий вес. Но многим, я знаю, нравится ровно все наоборот. 134 на полном браслете. И здесь... 88,8. Намного меньше. Намного меньше. Намного меньше. Значит, здесь корпус тоненький. Тоненький в центральной части. Сатинирование симпатичное. И достаточно сложный раунд. Верхняя часть такая с зеркальной полировкой. И нижняя часть сатинирования. И, опять же, немножко оно перетекает в верхнюю часть ушек. А здесь сделано симпатично. Потому что у нас, опять же, вот эта вот боковая грань полированная. Она идет от одного ушка до другого. И потом, смотрите, как красиво здесь реализовано. Раз, два. И вниз тоже скос идет. И такая граненость. Характерная для океанусов. Миллиметр зазора у нас в браслете есть. Опять же, японцы без этого не могут. В принципе, если вы видите часы без зазоров, то вы сразу должны подумать. А вдруг это не японец? Кнопочка симпатичная. Сатинирование. Зеркальная полировка со всех сторон. Очень симпатично сделана. Заводная головка здесь умная, как вот, да, заявляется. То есть, с нее можно тоже все настройки делать. Но лучше всего через кассию Watch приложение поставили. Что на iOS, что на Android. И радуйтесь жизни. Грани много. Браслет чуть утоплен от ушек. Кому-то такое нравится, кому-то нет. Но мне окей. Мне окей. Красиво. Красиво. Но вот между ушками, конечно, между ушками можно было полирнуть бы и получше. Но, опять же, они стоят меньше 40 тысяч рублей. Это 350 баксов. За 350 баксов я, конечно, такого требовать не могу. Опять же, да, здесь нужно понимать. Когда мы говорим про полировку за рацию, что она не соответствует Грандсейку, она не должна соответствовать, потому что Грандсейка стоит в 10 раз дороже. Поэтому здесь мы сравним их с часами за 350 баксов. И за 350 баксов здесь браслет просто бомбический. Браслет шикарнейший. Да, застежка не самая лучшая, но в целом за такие деньги это вау. Да, есть определенные недочеты, есть недочеты, но по полировке, по качеству корпуса, по граням, по тому, как браслет с нижней части здесь ничего не режет, ничего не топорчится, при этом грани красивые, такое все симпатичное граненое, здесь никаких вопросов нет. То есть есть определенные моменты, где сэкономили. Там подгонка, допустим, небольшая, там есть миллиметр, застежка не самая лучшая, штифты, там могли бы винты поставить, но нет системы быстрой замены браслета, но цена искупает вот эти косяки просто с головой. Если бы они стоили сотку, я бы сказал, вот да, это, 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 это плохо. Но поскольку они стоят, опять же, 350 долларов, то на это все можно закрыть глаза. К тому же, к тому же, вот этот циферблат, он уже сам по себе стоит огромных денег. Потому что это такое впечатление, такая радость от того, как ты смотришь на этот цифр, это, конечно, вау. Мы поглядим с вами в макро, насколько хороши здесь стрелки. Они, к сожалению, типичные для океанусов, они выглядят очень плоскими. И хотелось бы на таком объемном, сочном, сексе циферблате видеть, чтобы стрелочки были чуть более объемные. Хотя бы сделали вот этот эффект, как делает сейка на прессаже. Когда она плоская, но вот двусторонняя такая вот полировка справа-слева, да, и она делает их визуально как будто бы объемными. Здесь, к сожалению, такого нет. Вот, но тем не менее, знаете, за свои деньги это просто бомба. Что касается версии в Титане. Да, здесь сразу видно, что получше уже идет полировочка, здесь более сложный браслет, здесь поинтереснее. Хотя застежка здесь, ну, плюс-минус то же самое. Нет системы быстрой замены, ну и ладно. По зазорам. Здесь зазоры, ну, небольшой минимальный люфтец есть, но если там он миллиметр, то здесь он где-то полмиллиметра. Ну, я думаю, что в целом это простительно, это как бы уже мы пытаемся, знаете ли, пытаемся к чему-то придраться. Кнопочки такие же классные, как и в более простой модели, и заводная головка, и также полированы они полностью от одного ушка до другого. Полировка здесь с сатинированием мне нравится даже чуть больше, чем на модели Т200. И более мягкий такой переход на ушках. Ну, и опять же, центральная часть смотрится тоньше, потому что тут идет скос по корпусу, они как бы чуть-чуть расширяются, а потом сужаются вниз. А знаете, я вам сказал, что это одна линейка, да, но это же не так, да, Т2600 вот эти, а те Т200. Все-таки, да, это хронограф, и это другие часы. Ну, тем не менее, плюс-минус, да, я думаю, в целом одно и то же, только просто больше функционал. Хотя хейтеры, конечно, сейчас напишут, что, Дэн, ты капец вообще. Вот, дальше здесь безель, опять же, немножко скошенный. За счет этого они чуть более легкие, они кажутся меньше. Но в целом, как мы посмотрели по размерам, здесь очень даже схожи. Да, отделка здесь будет чуточку лучше, чуточку лучше, и, опять же, этим, вероятно, обусловлена цена. И мне очень интересно посмотреть на циферблат. Он тоже здесь объемный, он очень красивый, он классно исполненный. И вот эта вот игра с манежами, где здесь есть вот такой вот выступ даже, да, как бы накладка. Здесь манеж утопленный, здесь тоже утопленный. И здесь не так, может быть, бросается то, что стрелки плоские. Потому что, ну, насыщенный циферблат, много уровней, сделано реально клево. Правда, здесь метки, они не парят, как бы, но метки парят далеко не на всех часах. Очень много всего. Вот у нас идет боковая часть Транта, и здесь такие сокращенные наименования городов. Дальше идет уже всякие вспомогательные, дополнительные индикации, как мы говорили, там полный календарь, много-много всего. Но, собственно, главное, это здесь часы, минуты, секунды, день недели, вот основной, да, там, собственно, второй часовой пояс. И на хрон у нас, когда мы его включаем, то он отображает десятые секунды, как я говорил, и минуты. И, в принципе, этого уже, опять же, за глаза. Да, если говорить вот пока что визуально с 10-15 сантиметров, я бы сказал, что понятно, почему эта модель дороже. Потому что здесь больше функционала, это раз, здесь титан, здесь лучше отделка, здесь сложнее циферблат. И, в целом, они выглядят, наверное, в плане корпуса, в плане проработки, они чуть более серьезные, чуть более дорогие часы. Это субъективное такое ощущение. То есть здесь сделано лучше все, здесь лучше обработка, лучше отделка, все. На голову выше, да? Нет. Но на ступеньку выше, да. Опять же, обусловлена ли эта разница в два раза? Давайте все-таки выводы подведем после того, как мы с вами посмотрим макро. Опа! Как здесь красиво сделан цифер, посмотрите, да, гильеше какое круговое. Оно не видно абсолютно невооруженным глазом. Вот сейчас видно и ступенечка вот эта, и парящие стрелки. Ой, точнее, метки. Причем они прям незначительно возвышаются. Может быть, даже это немножко обман зрения, они именно крепятся к циферблату, но ладно, я буду считать, что они парящие. Небольшие косячки по меткам я вижу, да, вот здесь какой-то вот типа пылиночка. Ну, посмотрите, как классно сделаны эти метки. Полировка, они такие синие и прям переливаются. Логотип переливается. Стрелки. Стрелки немножко не прокрашены с боковой частью, но, опять же, 350 долларов, они вам, в общем, эти стрелки ничего не должны. И прикольный эффект, не знаю, за счет чего это добивается, но синяя, да, вот эта часть, верхняя часть по стеклу, она как будто бы такой обвод. Прикольно. Здорово. Ну, по геометрии, по полировке здесь все шикарно, и опять же, опять же, мы вспоминаем, что часы весьма и весьма недорогие, недорогие, товарищи. Ну, и наш, так сказать, старший братик из сегодняшнего обзора, модель T2600, солнечные лучи, сложный-сложный цифр. Посмотреть, сколько здесь граней, сколько полировочек. Накладной лого, тут уже такое 3D накладной лого. Глубокая дата. Стрелочки. Стрелочки здесь аккуратнее. Ну, и, собственно, вот в данном случае с джумом это 700 долларов, считайте, да? Ну, то есть, два раза дороже. Ну, что хочу сказать по итогам. Честно говоря, сначала у меня был такой настрой, то есть, разобраться, почему одни стоят в два раза больше других. Ну, я, честно говоря, уже в процессе обзора понял, что, в принципе, просто модели разные, с разной начинкой, разное исполнение. И я думаю, что этим самым цена, конечно же, вполне обусловлена, и каких-то вопросов здесь быть не должно. Я думаю так, что, конечно же, вот эта белая модель, и там есть и черная такая же, T200, за свои деньги, это, наверное, лучшая покупка, которую вы можете совершить, если вы смотрите что-нибудь такое, вот именно кварцевое, но при этом с блютусом, с апфиром, классным исполнением, зарядкой от солнца, ну, то есть, что еще нужно. И они выглядят как нормальные часы. Плюс они редкие, это тоже здорово. Если вам нужен навороты, функционал, много всего, и вы с этим готовы заниматься, и вы этим реально пользуетесь, чтобы часы выглядели... Я бы не сказал, что они выглядят дороже, на самом деле, чем более простая модель, но, может быть, они... Некоторые считают обычно, что если много функционала, то и много всего на циферблате, то часы дороже. Ну, окей, если вы так считаете, то почему бы нет, да? У них, может быть, чуточку более изящный корпус, менее рубленный, у них получше браслет, чуть лучше качество исполнения. Опять же, Титан, для кого он важен, ну, в целом, знаете, вот это завышенные цены на Титан на рынке, это, конечно, очень даже по-маркетинговому. Вот, поэтому понятно, за что эти часы дороже. Они обе сделаны классно. Если вы спросите мое мнение, я вам, конечно же, предпочитаю белую модель, Ти-200, и тем более за такие деньги. Пишите, как ваше мнение, какие океанусы, может быть, еще стоит показать на канале, какие у вас есть коллекции. На этом у меня все. Все, пока. С вами был Дэн. Увидимся. С вами был Дэн.